Это пеликан, кудрявый пеликан, краснокнижная птица, которая водится на озерах Курладах. Я недалеко живу от этого озера, и получается так, что они водятся там с 90-х годов. Работа сделана из глины, внутри она полая, то есть пустая. Екатерине Шлегер всего 15 лет, а она уже создает такие сложные фигуры. Подобные работы требуют кропотливости, внимания и усидчивости. К примеру, этот благородный пеликан рождался и совершенствовался больше четырех месяцев. И стоил девушке немалых переживаний. Почему тебе керамика нравится? Создаешь формы, ты вылепливаешь это все. Естественно, ты это волнуешься, переживаешь. Если это крупная работа, она самая первая. Из птиц она самая первая. Столько слез на ней было пролито. Прямо страшно было. А почему? Ты переживала, когда делала? Я не то, что переживала. Мы ее когда сделали, мы ее очень долго сушили. И потом, по-моему, карантин был или каникулы, я не помню, зимние. Я пришла ее доделывать и сломалась, грубо говоря, работа. Восстановили ее благо. В общем, все хорошо сейчас. А вот София Рыжкова больше любит рисовать. Шести лет она изображает на холстах все, что ее окружает. Города, природу, животных или предметы. Я просто люблю природу. Я выросла все лето, если я на дачу к бабушке езжаю, в деревню, там лес. У меня тоже там другая дача на озере, там тоже лес. Все, мне это нравится, я как-то люблю это. У меня нет такого, что я там. Я забочусь о природе, участвую в экопроектах различных. А вот одна из ее последних работ посвящена известному живописцу Сальвадору Дали. По признанию самой девушки, творчеством художника она увлеклась еще в детстве. В шесть лет мы поехали с родителями в Испанию. И мы там были в музее имени Дали. И вот мой детский разум, это так заворожил вот этот вот его прием писания. Мне так понравились даже, можно сказать, его картины. И когда нам Ирина Анатольевна предложила написать картины по известным личностям, оставшим свой след в искусстве, то мне сразу вот это вспомнилось. Я так захотела вот Дали нарисовать. Вот мне хотелось углубиться в его историю, в написание его картин. Обе девушки занимаются в студии изобразительного творчества «Созвездие». В этом году из-за студии исполнилось 20 лет. В честь юбилея художники придумали и подготовили необычную выставку-инсталляцию. Каждый год мы придумываем новую концепцию. И наши, конечно, выставки всегда вызывают интерес у ребят, особенно в летний период. Они не просто там зрелищные, они, конечно, познавательные, развивающие, увлекательные. И вот когда пришёл вот такой интересный рубеж, наступил 20 лет, и уже начиная с учебного года мысль не оставляла покоя, какая она должна быть. Она должна однозначно была отличиться от предыдущих выставок. Родилась идея, почему Арбат, почему такой формат, как некий бульвар, некая улица, где собираются все творческие люди. Но сейчас очень модные инсталляции. Это одна из форм современного искусства. И мы как бы поиграли немножечко в эту форму. Она представляет собой любая инсталляция. Это пространственная композиция, которая может художникам воплощаться в любых материалах, в любых формах, используя любые объекты. Интерактивная выставка привлекает внимание как детей, так и взрослых. Она позволяет не только рассматривать произведения искусства, но и самому погружаться в творческий мир. Так, к примеру, с помощью необычных масок можно почувствовать себя одним из героев. Экспозиция традиционно разместилась в Центральной библиотеке города. Кафе Пикассо, дом-музей Импрессион, арт-галерея, балет, зоокуб, анимали и многие-многие другие. И вот эта подача, такого действительно у нас никогда не было, это все заслуга Ирины Анатольевны Дубовенко, руководителя этой студии, которая настолько креативна. И она такие идеи выдает на гора, которые с трудом, но мы воплотили вот в другом выставочном пространстве. И мы вот сейчас радуем всех посетителей нашего вот этого выставочного необыкновенного пространства. И все выходят и говорят, ну это что-то небывалое, необыкновенное. Выставка будет работать в Центральной библиотеке в течение всего лета. Посетить ее может любой желающий.